Недавно один мой коллега, узнав, что я снял большой 10-часовой мастер-класс по iZotep Ozone, спросил меня, зачем я это сделал, то есть что такого в этом iZotep Ozone, что по нему нужно было снимать такой большой мастер-класс. И пообщавшись с ним какое-то время, я понял, что многие думают про iZotep Ozone как просто про некий мастеринг-плагин, который, в общем-то, выполняет какую-то роль, делает звучание трека лучше. Ну, как бы на этом все. То есть смысл такой, что действительно сейчас очень много плагинов, очень много информации, и порой мы что-то упускаем, потому что просто недостаточно это знаем, не понимаем возможности и так далее. Действительно сложно объять необъятное, то есть количество информации совершенно точно уже превышает время, которое человек может потратить на изучение этой информации. Но в этом, собственно говоря, и есть польза в том числе и YouTube. Я сам подглядываю за некоторыми профессионалами, которые, на мой взгляд, выдают какую-то интересную и полезную информацию. Итак, о чем это видео? Я просто хочу показать коротко, что iZotep Ozone может использоваться креативно и может действительно сильно менять звук. Вот сейчас мы с вами прослушаем фрагмент трека, а потом я выключу просто два модуля iZotep Ozone. И просто без них весь микс рассыпается, чтобы вы понимали, что на этом может держаться многое. То есть сейчас время продакшна и бывает такое, что сами звуки, сами партии, они без соответствующей обработки просто не дают нужного эффекта. Хотя они, безусловно, тоже важны. В общем, послушайте вот этот фрагмент трека. Что в этом фрагменте примечательного? Что здесь работает? Здесь работает пространство, здесь работает пространственная обработка гитары и здесь работает открытость некая звуковая. Все это в данном случае достигается всего двумя плагинами. Один из плагинов это имиджер в режиме стерео айс, который стоит на гитаре. И второй плагин это эксайтер, тоже из iZotep Ozone, который стоит на мастере. Вот сейчас я их выключу. Выключу эксайтер и выключу имиджер на гитаре. Вот послушайте теперь этот микс. Включу опять. И опять без этих плагинов. Игорь Негода. То есть гитара в данном случае обретает свое место в пространстве именно из-за вот этого псевдостерео, которое сделано через имиджер. Вот послушайте отдельно гитару, вот без. Вот с плагином. Ну и, соответственно, в миксе, чтобы получить вот эту открытость, которая позволяет в том числе лучше слышать пространство. Потому что если открытого верха нет, то и пространство услышать несколько сложнее. То есть здесь помогают гармоники в данном случае. То есть вы видите, что в третьей и четвертой полосе, то есть высокая середина и самые высокие частоты, здесь вот использованы два типа гармоник. Триодные гармоники на высокой середине и чуть выше использован режим ретро. Вы тоже можете этим пользоваться, если в треке не хватает открытости. При помощи эксайтера это можно сделать. И что касается имиджера, периодически я его использую не на стадии мастеринга, а именно для того, чтобы какой-то инструмент сделать более стереофоническим. Причем в зависимости от положения вот этой ручки, задержки в миллисекундах, вы можете найти очень интересное положение в пространстве и ощущение от этого инструмента. Вот сейчас, если я прямо в миксе буду изменять этот параметр, вы услышите, о чем я говорю. Немножко подвисает видеозахват, но я думаю смысл понятен. То есть Изотоп Озон, как вы понимаете, это очень широкий плагин и у него есть масса вариантов применения. Вот, собственно говоря, поэтому я и записал этот мастер-класс. То есть я действительно считаю, что Изотоп Озон это плагин, который есть смысл изучать, потому что он звучит очень качественно и у него действительно большие возможности. На этом все. С вами был Роман Стикс. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!